Во-первых, вот эта телега с днём рождения, которая как-то дороже почему-то реагирует. Почему я так написал? Потому что Мишка мне предложил, что давай сделаем вечер. Я говорю, да, я во всём вписываюсь, но всё-таки получается, что я как-то не по чину беру слишком. Поэтому я подумал, как повод. Обычно с гадами резко начинаем встречаться, и встречаемся где-то на днях рождения. У меня день рождения под Новый год, у меня есть отмазка, чтобы народ не собирать и не подставляться. И вот я решил, что он выпускает вместо дня рождения. Вот так вот собрался народ, и хорошо. Вот. Но на самом деле сейчас я буду про что-то такое говорить, но... Несколько раз я устраивал такие вещи, ну, не я, кто-то устраивал, она с сумкой. Вот если бы она сидела рядом, мне было бы намного проще. Можно было бы держаться долго вместе с ней, а я день боюсь долго не продержаться. Поэтому, пожалуйста, задавайте мне какие-то вопросы, наводящие потом. Мне будет легче выжить в этой ситуации. Вот. Вот сначала почему-то мне захотелось рассказать про книжки, которым я имею какое-то не всегда прямое отношение. И которые в последнее время вышли и скоро выйдут. Вот. Во-первых, есть книжка Валерки Кирилловой «Барабанщика группы зоопарк». Под названием «Жить в зоопарке». Она вышла совсем недавно. Вот. Валерка сейчас вообще в таком плохом состоянии. То есть не говорит, не слышит, не встает, но соображает. Но эта книжка была написана, когда он еще не только соображал, но мог и писать. Вот. А на самом деле он написался не только хороший «Барабанщик», но и писатель хороший. Но, с другой стороны, Лешка Певчик, который тут сидит, и который любит в зоопарке, как и я, Френа Дана. Вот. Он его прочел и сказал, что, конечно, все как бы весело написано, но по прочтении понимаешь, что страх и ужас. Как эти люди вообще жили на этом свете, как эта великая группа существовала. А если бы вот Игорь Григорьков, который тут сидит, еще бы свои комментарии написал, то ужаса было бы еще больше. Но, вообще-то, на самом деле, жизнь таких людей, да, обычно такая бывает. Я думаю, что, когда я прочел книжку про Бориса в «Долбанике» и сам «Хирлайт», я очень люблю «Дорс». Но я прочел и подумал, какой ужас. Особенно там, когда написывается, как он Джерри Джокер за волосы таскал, я думаю, какой-то говно человек. Вот. А Саш Крикнийский, который был басистом «Звук ухму», как-то прочел книгу про Леном из серии «Жизнь замечательных людей». И говорит, да, я понял, что Леном был еще больше говном, чем наш Петр Николаевич. Вот. Но Майк-то говном не был. Просто вот они видят такой беспробудной доброй жизни. И это, в Атулешке это вызвало страх и ужас, именно потому что все, что здесь написано, правда, и написано над талантливым человеком. Так что я считаю, что это память и история культуры и искусства, и надо ее читать. Вот. Потом, теперь про книжку, которая еще не вышла, но выйдет до Нового года. Она тоже связана с зоопарком и будет называться «Книжка для Майка». Вот. Не так давно Саша Кушнев выпустил книжку про Майка, которой все были очень довольны. Это большая здоровая книга. Были довольны все, кроме двух человек по большому счету. Это Игорь Петровский, он же Иша, главный майковский дружок. И Наташа Науменко, майковская жена. Вот. И потом в какой-то момент, он говорит, надо собраться и написать ответочку. И мы втроем собрались вот в этой квартире на Пражской, где Майки познакомился с Игорем Куликовым, и они решили, что они будут играть вместе, и с этого возник вдруг и зоопарк. В общем, через сорок лет созрались мы с Ишей Натальей, и до начала обсудили книгу Кушнера, где они в основном его уличают в неточностях, в райе, что ради красного словца написал совсем не то, что было, а я его пытаюсь защищать. Мне кажется, если бы он все четко соблюдал детали, то он бы писал каждую книгу не год, а пять. Я там сбоку с припеку, потому что сначала там Ишин текст, потому что Иша с Майком в десятки лет дружил. Потом прекрасный текст с Натальей в семейной цели, ну и потом я немножко. И на самом деле я счастлив, что я оказался в такой компании. Да вообще там всем троим друг другу было хорошо. Вот. И когда я с Натальей познакомился, это было уже начало 90-х, мы с ней встретились на метро Арбатской, а она потом говорит, а у меня было такое ощущение, что мы с тобой давным-давно знакомы. Я говорю, да, похожи. Вот. И вообще, вот если мне приносят незнакомые какие-то записи, музыку всякую, я так, если я слушаю, мне соседям нравится, то и ладно. А если я его не пойму, мне кажется, что что-то там есть. Я говорю своему дружку Максу Лешко, и я говорю, здесь он или не здесь. А не я тоже. Вот. И говорю, Максимушка, послушай. Потому что он как бы, у него такая душа и открытая. Он любит что-то слушать, и ему будет приятно, когда ему нравится. И он говорит, да, да, вот здесь что-то есть. Хорошо. А вот со всякой литературой я звоню Наташе и говорю, слушай, вот мне что-то такое дали, а можешь ты прочитать? Она вообще не читает, видите, в массе. И она говорит, да, могу. Вот я этого что-то недавно послал такие емуары человека, которого некоторые знают. Они называются «Почти правдивые истории». Не хотелось, чтобы мне понравилось, а что-то мне не катит. Вот. И я ей это попросил прочесть. Она позвонит мне, слушай, Аляш, попрости. До конца дочитать не смогла. Я говорю, о, все нормально, ты все хорошо сказал. Вот. Вот такая будет книжка уже перед Новым годом, я надеюсь. Это все выгодно будут выпущать. Не я, я книги выпускаю. Это друзья мои прекрасные. Вот. А потом еще будет, не знаю когда, может быть, и эту. Книжка, видите, Дровды Пановой. Мамы моего дружка дорогого Андрея Панова. По кличке Свет. Вот. Просто в январе прошлого года она… Я вообще с ней встречаюсь три раза в год. Андрюха помер четверть лет назад. И теперь я с ней дружу, в общем, вдвоем. Я приезжаю на его день рождения, 23 марта, на годовщине его смерти, 20 августа и 17 ноября на ее день рождения. Вот мне в этом году будет 89 лет. Вот. И тут она звонит и говорит, слушай, меня вот все просили говорить в воспоминаниях про Андрюшку. А я прожала и говорит, а Оля, вот только под мать, у нее 100 ребенков. И говорит, Оля, я вообще никогда еще не скажу. Но я поняла, что это сделать надо. И если можешь, приезжай. Я говорю, иди трогай, конечно. И в общем, где-то летал к ней, где-то в конце января. И мы с нашим другом Вилкой Черной Шерстью, которая принес прекрасный музей заход Zoom, это все записали. Она категорически отказалась от съемки, потому что у нас все-таки женщина, лет много, а здесь нет. Я не хочу, чтобы меня такое видело. Хотя мне кажется, что это выглядит прекрасно. И, в общем, она 3,5 часа говорила на этот магнитофон практически без перерыва и без всяких эхо-не-беконей. Поэтому там будет хорошая книжка. Причем, моя задача была, чтобы она не только про Андрюшку рассказала, а и про себя. Потому что, ну да, в 34-м году родилась, когда началась война, она была в эвакуации, и, в общем, потом постепенно она стала премьер-голединой и объездила весь мир. А потом она развелась со своим мужем, Валерий Павлович, и он решил уехать. И когда он решил уехать, мы и Петровну стали трясти, естественно, тренировать. И говорит, что она написала всякие бумаги, что она там его не отпускает и так далее. Потому что она сказала, нет, мой сын – это мой сын, я ничего писать не буду. После этого она, естественно, стала его не зная. Вот. Но потом, там как-то шли годы, она уже перестала в Балилине, и стала тренировать фигуистов. Точнее не тренировать, а ставить каллиографию. И каллиографию она ставила Родину Иванову, Сергею Волкову, то есть реальным олимпийским чемпионом. Вот. Вместе со Станиславом Жуковым работала в Москве. И Жук ей предлагал приехать в Москву. А Андрюха про это не знал. Когда он узнал, что их было легче, они могли переехать в Москву. Говорит, мама, ну ты чего? Я так хочу жить в Москве. Вот. А потом Андрюху подор, и ее это было, конечно, огромный удар, потому что это была вся ее жизнь, вот ее любимый сын. Вот. В лет десять ее колбасила вообще по страшному стиле. Вот. А потом она как-то взяла себя в руки, и все начало заново, и стала тренировать, ну, хореографию ставить девушкам, которые занимались художественной гимнастикой. И в результате у нее тоже были офиские чемпионы, и она получила заслуженную тренера Российской Федерации. Потому что нет желания заслуженных тренеров и заслуженных тренеров. Так что я вот такой человек, которого я очень люблю. И эту книжку мы до конца доведем, если будем ждать. Вот. А еще тут должен был прийти мой дорогой, любимый Марк Ильич Пекарский, но он заболел сегодня прямо. А я хотел его книжки прорекламировать, потому что все его знают как великого музыканта, но кто-то знает как профессор консерватории. А он книжку 5 или 6 написал. Вот. Но одну я с собой взял. Кто-то захочет. Вот. А по виду, если он будет здесь, а его нет. Я бы сказал, что когда я был студентом-первокурсником, мы ходили в Золчаковского, и там выступал ансамбль «Мадригал». И на сцене стояли боги. Мартынов, Гринденко, Волконский, Пекарский. А мы сидели на ступеньках этого зала. А теперь, если бы он здесь был, прошло почти 50 лет. Я сейчас купил, Пекарский сидит в зале. И что означает? Что жизнь удалась. А он удалась, но Пекарский западет. Ну ладно. Вот. И последнее, что я хотел сказать про книжки, что тут сидит Игорь Микруков, там есть две его книжки. Но это такие шпионские детективы, по крайней мере, один из них. Но интересно. Он знает, о чем пишется. Так. Вот вроде бы эта литературная, так называемая, часть закончилась. Я говорю, если кто-то задаст какие-нибудь вопросы, это будет лучше. Подсказки давай. Что? С подсказками давай. Нет, лучше с подсказками. Я же не артист, ты играешь. Мне без Ухи тяжело. С подсказками. А с Солкиным Микарем уже закончили? Что-что? С Солкиным Микарем, с Солкиным Микарем, с Солкиным Микарем. Вот. Сейчас она эти две книги как бы сама печатает в таком самом издате, а потом, когда она это все закончит, Сашка сделает такой плеамп. Вот. Потому что мы с Соликом всю жизнь бьемся, ну, долгие истилетия. Потому что я говорю, что ты свое наследие не уважаешь. Ты его узнаешь, чтобы он видит, что это какое-то, по сути, прекрасно, а по форме, ну, говно какое-то. И... Процесс! Ну да. Когда у тебя этот процесс надо до конца? Да, у нас процесс. Олег, вопрос. А про свои книги расскажи, пожалуйста. Про шабашки там, ну что же ты сказал? Да. Ты же писатель тоже. Закончил этот писатель свой роман. Писатели пришли. Нет, ну, на самом деле... А вот кто его взять? Когда-то был такой журнал «Орлайк», главным редактором которого меня свернул. Вот. Про это я потом еще расскажу. Ну, в общем, началось с того, что все было очень стремно, и Илюха меня просил переводить с английского языка на русский какие-то, ну, непонятные тексты. Я не понимал, для чего это нужно. Ну, понял чуть ли я, поскольку мне хотелось с этим заниматься, это был такой музыкальный журнал абсолютно подпольный. Вот. А у Илюхи, оказывается, было прокурорское предупреждение за самый дат после журнала «Зеркана». Поэтому было понятно, что если вот он, его еще раз увлечат, он сядет просто. Поэтому, там кто-то он еще, какие-то люди писали по-русски, потом кто-то, не знаю, кто переводил на английский, и потом я переводил с английского. Что были заметили следы личности. Это было очень стрёмно, действительно. Вот. Ну, и потом, как-то, ну, в этом процессе я подумал, что мне захотелось просто что-то самому написать. Вот. И я начал там что-то такое ковырять. Сейчас я имею в виду читать невозможно, мне хочется горло в песок спрятать. Но быстро напиши. Так было написано. И первым, кто меня изобличил, как автора каких-то текстов в «Орлайте», был Саня Майор, наш дружок, который сказал, что ты написал. Я говорю, ну да. А мы тогда не то, что не подписывались, вообще человек раскрывался. А вторая глава Умка, который сказал, да, это ты. Вот. Вот так. Ну, а потом прошло много лет, и я живу восемь сезонов на Шабашке, на Чукотке Шабашево, а перед этим еще где-то. Вот. И Костя Цой, наш бригадир, как-то говорит, ребята, я все ждал, когда появится новый Гувая, и расскажут про это явление, про шабашничество. Потому что, ну, мы же знаем, что это такое. Что это... Вот. И говорит, ну, я понимаю, что я не серый написатель, но вот я, говорит, написал. И призываю вас это сделать. И мы с Ванькой Цой, мы постепенно тоже накопали свои эти тексты, и мы на троих выпустили эту книжку про Шабашку. Вот. И я уже остался единственным живым разом, к сожалению, этой книжке. Стараюсь. А потом... Я потом, чтобы... нет, не забыл. Прихвостачивал. Поставил потом. Но это... Потом... У меня была грыжа в конце прошлого века. И... И глея зашивали. Вот. И я лежал в больнице. А в каком месте? Прихвостачивал. 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 Было... Так... Пуплет. Тяжко мне дались эти... Аня Андреухина смерть и его похороны. И я решил, что надо на него написать. И написал. А второй большой текст был написан, когда у него воспаление легких. И мне тоже положили в больницу. Я не мог бегать. И я написал про Мамона, а стал на участии. И по Апатологу как-то шли годы. И вот эта книжка, что я видел, она постепенно возникла. Но у него лет двадцать на это понадобилось. Вот. А Мамон, кстати, когда она появилась, я ему петь. У меня книжка появилась. Там про тебя больше всех. Может, прочитаешь? А он говорит, нет. Я тебя и так люблю. А он говорит, прочитаю, и буду меньше любить. Уже вполне в его духе. А Оля Коровкова, которая была его подругой до Оли Помоновой, говорила, что они как, когда говорят, что Петер, что ты еще не читаешь? Он говорит, понимаешь, что он говорит, плохую литературу читать противно, а хорошую – занятно. Вот. Если я доживу, я допишу книгу в один и четыре тысячи жизней. Вот. И я как-то постепенно это происходит. Но это, в основном, через тексты в Фейсбуке, кто-то вот что-то… Водрама на канале возник, его выдал туда, не успокоился. И так это как-то копится. Хотя вот есть вещи, которые надо написать, про не смелого Андрея. Андрея, это не для Фейсбука, а просто, чтобы это осталось. А это надо просто собраться, а некогда и не получается. Молодец, Сереж, спасибо тебе. Если хочешь, давай. Ну, может кто-то хочет за него, молодец, давай, давай. А ты петь будешь? Нет, стихи читать буду, но не свои. А петь нет. А свои ты есть, кстати? Нет, я никогда не писал стихов. Попробуй. Ты должен со мной рубиться. Ты что? Дрыжь, вообще, и будет. А шмидай уже есть. А шмидай уже есть. А вот вопрос тогда. Первая книжка, которая пишет на столе, все два, они растут. О, стоп, а я же забыл. Не знаю. Сережа, ну ты хороший парень. Во, я же про эту книжку забыл. Это книжка Джона Лайтона, он же всеверно известный Джорни Роттон. Который, ну, друг из Sex Pistols. И, в общем-то, на нем поднялся. Мой любимый Пангрок. В общем-то, Аня Герасимова перевела книгу про книги попов. Унка. Вот. Одно она долго ее переводила, но перевела. И я думаю, что лучше ее никто бы этого не сделал. Во-первых, она очень хорошо знает язык. Она там кинолог. От Бога. И она абсолютно в тени. Поэтому книжка получилась прекрасной. И потом ей это издательство СТ говорит, а вот мы хотим перевести книжку Лайдена, кто бы ее перевел. Она говорит, кто-то для из двух лет, говорит, вот он вам ее переведет. И я узнал, ну, как-то, наверное, мне слабо. Но, с другой стороны, так хочется. Потому что когда-то, вот, когда был Лайд, я переводил интервью с Лайденом. И мне очень понравилось. Так вот, явно свой человек. Вот. А потом еще в тринадцатом году они же проезжали, как паблик имидж лимит. И благодаря сестре теории Мухачевской, которая здесь, и Никите, я там торговал на этом концерте. А потом пришел Лайденом самый первый. Там вот меня пропустили вперед. И я минут пять с ним общался. Вот. И даже потом Герман Виноградов кричал. Олег, ну хватит. Так вот, народ стоит. Вот. А он, чувак, совершенно свой. Вот, как-то вот. С ним как-то вот. Я понимал примерно треть того, что он говорит. Но остальное там додумывал. Но я говорю, вообще, вот сейчас он все по-русски говорит. Я говорю, по-русски, насколько он свой человек. Вот. Мне вообще грустит почти ровесник. Он подумал, что он мне всего на три года старше. Я говорю, а ты мне всего на три года старше. Вот так. Я говорю. Я говорю, что он все равно может. Кто у меня нет. Он называет меня папой. Вот. И поэтому, Герман говорит, вот надо перевести его книжку. Мне так захотелось. И что-то я говорю. Сначала говорю, да, да, я постараюсь. Вот. Но, во-первых, времени нет. А во-вторых, ну, если бы это был хоть 91-й год, я бы хорошо знал, что он есть призы. Потому что я шабаш в Канаде в 90-х годах. А тут я его уже совершенно потерял. И там, значит, потом было ясно, что надо кого-то заходить. Сначала мы нашли, мы, не я, но друзья, девушку Сашу. Вот. Но она уже жила в Запорожье. И ей было не до того. Вот. А потом с помощью бабушки Клана, которого где-то в полу тоже тут, вот, нашлась Лена Толмачева с говорящей по милии. Которую тоже взялась переводить. И, в общем, что-то она такое перевела. И эту часть мы стали, я стал рассылать там. Вот это Саша, которого специалист, еще кому-то. И все сказали, нормально. Девушка переводит правильно и к теме. Вот. И, в общем, долго тоже это дело шло, но потом до конца дошло. И они говорят, ну, как вас написать? Я говорю, ну, пишите под собственные работы Олег Кавлинов. Но поскольку это не Бергер, который свои любят, а эссе, это картора, я там написан редактором. Хотя никакой там не редактором. Не редактором. Хотя, и тогда у нас там были такие коллективные обсуждения, как что писать. Например, извиняюсь, обсуждалось, как писать похуй. Слить на ее раздельник. Нет, ну для книги Лайдена это важно. Слить на, конечно. Нет, ну если бы у вас ответствовал, раздельник. Хорошо, про лист. Слить, да, конечно. Почему, конечно? Почему, конечно? У меня не было сомнений. Почему, конечно? Ну, у меня не было сомнений. Ну, там были два редактора от АСС. Вот, Лена и… У меня теперь задание о своем апреле. Узнали предметы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Они и леди, по-моему, заплатили сто двадцать три тысячи. Через эти вещи, или это проще. Я просто обналичил эту деньги и отдал девушке. За огромный труд – это три копейки. Но она работала, как и все выучат, чтобы это… Хорошо. А сколько это платило? За что? Я улетни купил много и раздавал участникам процесса. Следующий вопрос. Как ты начнешь налог? Випотетия еще стопла – это налог. Поскольку первое матерское слово произнесено… Я иногда буду читать стихи своих друзей. Сначала я буду читать стихи Бегемота. Но они все весьма такие. Весьма. То есть, повествовать на речи я не буду много слов заявлять. Хотя «Кафе Марчин» в месяц, к сожалению, закрывается. И я внешне говорю – во всяком безобразии что-то есть хорошее. Нет запрещенных тем и так далее. Это будет не от Олежка. Нам еще все-таки месяц работать. Не увлекайся. Вот. А стихи Бегемота я прочитаю. Извиняюсь перед верующими людьми. Я очень уважаю реально верующих людей. Вот. В отличие от тех, кто на это спекулирует. Можество таких. Вот. Можество. А стихи такие. Бог никогда не крестится. Бог никому не молится. Бог не несет околеситься про Троицу и Богородицу. Не машет волючим кадилом. Не начисляет грехи. Про вечную жизнь счастливую не сочиняет стихи. И ни в одну эпоху Бог никому не помог. Богу вообще все в эпоху. Поэтому мой Бог. Аплодисменты. 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 На ту же тему. Я стоял в трех дорог. Ярый в жопу, как свинья. Глянь. Идет навстречу Бог. Блин. Такой же, как и я. Посидели, попиздели. Водки выпили глоток. Зарихватки песню спели. Он хороший парень. Во. Расставились мы довольные, Как вое кровли. Неся на землю темную. Лучший свет и любви. Аплодисменты. А вот следующее стихи. Я раньше на концертах Гудемота выходил периодически. Я читал его стихи. И последние... Ну нет. После этого я чуть-чуть еще выходил. Но поскольку я читал стихи подозрительные, то он ему сказал, нет, вот на эту тему больше не бери, а вот если ты хочешь, просто так вот похавши на ёгку, не хочу ёгку. И в общем, вот это, что я был читать, я прочёл со сцены 22 февраля 22 года, через два дня началась война. А стиль был такой. Смастерил будённый будёнок, шапку красноармейскую, и всех врагов революции разгородил, как некую деду. Долго ломали головы генерала Антанты вражеской. В чём секрет Красной Армии? В чём её сила великая? Так и жили бы бездатаны, процветая в трудах и в радости, и буржуи обладут выгодны, как динозавры трепостей. Но нашёлся предатель полный. Пионер, потерявший бдительность, он за пачку жвачки бурёновку иностранцам проклятым влюбнил. И упал престиж Красной Армии. И всем она стала похою из-за пачки жвачки ёбаной. Опозорена честь российская и светлое имя твоё, бурёновый. И ещё один идиотический стих. Он на самом деле поэт не поэт, но он такой настоящий сковорок. И у него всегда есть плодотворное идётная идея. А это главное, как говорила Старполька, главное в шахтах, куда тоже идёт предельность. Я не знаю до снов альпинизма, но уверенно лезу по скалам. С ледоровым в руке, весь измазанный салом я лезу. Меня не страшат лавины и прочие ураганы. Я лезу, пока есть силы напит коммунизма с радой. Я лезу. И я хочу убедиться лично в феномене двадцатого века, что у Ильянов Сибири лично превратившийся в снежного человека. Я лезу. И что в шее с козлиной кожи, под самыми облаками, Ленин корчит бинокль рожи и смеётся над нами, над будоками. Я лезу. Я лезу. Сергей Иванович, возможно, скоро приедет. Потому что его дочь, Наташка, скоро поедет сюда, через Стамбул. Я говорю, так ты езжай с ней. Здесь многие знают Сергея Ивановича. Все хорошо. Это, между прочим, один из главных героев в нашей книжке про собачку. И Костя, наверное, не горит. Я говорю, что вот мы как-то, мы же летели через Анадыр, в кино, и часто долго сидели. А Иванович жил в Анадыре. А там аэропорт на одной стороне Лимана, а город на другой. И там в теплоход ходил, не так уж часто. И Костя, Юрий, вот часто едет Сергей Иванович, и у нас будет железо. А Феликс спросил, потому что, на самом деле, Иванович ярчайшая личность, ярчайшая биография. И, в общем, вот ребята, его снимали... Сколько вы делаете? Что в 15 мы снимали, мне кажется? А больше. Вот больше. И Иванович рассказывал про свою жизнь. Про некоторые моменты он хотел скрыть, но мы из него не будем знать. Не, ну просто... Ну вот, он с 40-го года рождения, в Одесской области, в танцовом рождении. Ну и, соответственно, так... Ну, вот такая история, как он был еще маленький, а его папа, Иван Анатольевич Чиркышев, он, поскольку был в юности как-то где-то там, шабашил в Европе, он хорошо знал немецкий язык. И он, ну и такой, был в богатой семье, которая потом, когда он женился на Сергею Ивановичу маме Дарье Григорьевне, они его просто выгнали. Но он был такой образованный. И, в общем, был какой-то немецкий офицер, с которым он подружился. И они с ним там что-то за литературу разговаривали и так далее. Вот. А у них самые злобные были местные полицейские. И какой-то полицейский решил Ивану все, Ивановичу, а Ивану Антоновичу прикончить. И дети малые побежали, нашли этого офицера. Офицер бежал едом, он успел его спасти. Неверс Ивана. Про Ивановича можно долго и сказать. Если, ну, во-первых, когда-нибудь я это расшифрую, то можно будет это сделать даже в виде книги, но это надо видео смотреть, потому что Иванович это, ну, природный артист. Такой. Пока нигде. Вот. Вот ребята обработают. Ну, знаешь, 15 часов это. Это много. Но жизнь, и он с 40-го года рождения, ему может быть 3 года. Вот. Два раза сидел человек. Он тоже, он про это не любил рассказывать. Я вообще про это узнал. Уже, по-моему, когда все наши шабашки кончились. Просто он, когда-то, довольно часто проезжает. И у меня живет. И все это рассказывает. Ну, слушайте, интересно. Вот. Первый раз, я не знал, что он сел два раза. Ну, он как бы это все объединял, когда раскололся. Первый раз, говорит, я сел за драку. Потому что, ну, там, мы оказались сильнее, но потом нас посадили. Вот. И он говорит, ну, вообще, я, говорит, раздень, не люблю, это моя родина, но это страшное место. И в какой-то момент я решил, что я больше туда никогда не вернусь. Вот. А второй раз была история славная, что, ну, уже один раз шаг сидел. Вот. И он уже в террасу не поступил в техникум, там, и приехал домой. И кто-то из его, там, другомов детства, в поле нежности, говорит, Серега, мне надо холодильник, чтобы помочь, вытащить, то есть поможешь. Ну, пожалуйста. Вот. А они пошли, взяли какой-то холодильник, погрузили его на самки. Он говорит, все, спасибо, я поехал. И он еще шел. С тех пор, велики, ну, в террасе, они приезжают и его берут. И, значит, начинают мушить дело, что это организованное, этим, украли холодильник. Вот, действительно, я вот, он, украй, мне казалось. Вот. И идет дело в следах, которые, ну, их там, где-то на соседней улице жил. И он ему говорит, дядя Лиша, вы что, вы считаете, что я в гор? Вы же знаете меня с детства, мою семью. И что, действительно, можете подумать, но тому, кого пофигу. И ему надо было сделать дело, что вот это вот и в разделе, и в террасу, и такая группировка. Вот. И, в общем, Ивановичу дали пять лет, и он сказал себе, я себе сказал, что если я эти пять лет сижу, я выйду и его убью. Но поскольку он персонаж просто положительный, он сидел два с половиной года, и вообще вот там часть времени был там, занимался бухгалтерией. И там это бухгалтер, ну, он случайно как-то, она ему дали какое поручение, и понял, что он хорошо соображает, считает, там вот. Вот. И говорит, мне это бухгалтерша, я говорю, зайчик мой, за что уж ты в тюрьме сидишь? Ну, и потом он вышел из этой пюрьмы, вот, и встретил сына этого следователя, а тот стал фото-блотной. И я так, как где-то, они его встретили, там, этих нескольких, Иванович один. Говорит, Серега, ты, говорят, против меня что-то имеешь? Говорит, против тебя я ничего не имею, мне тебя насрать. А вот отца твоего я бы повесил, не за шею, а так, налил бы ему в сапоги бензина и поджег. Вот, так что, сурово выложись по раздельным. О, Келик, спасибо. Могу рассказать про любимую. У Ивановича байк там был просто немерено. Моя любимая вообще грязная. И извиняюсь, если кому-то спорчу аппетит, но я очень люблю его. Он уже работал в Багаданской области, и его поставили в командировку в Кудыкчан. А это такие шахты, в которых еще Варваром Шаланов когда-то работал. Вот. И, ну, он вентиляционер такой же, в Талатской области. И его туда поставили, держат вентиляцию. Ну, он приходит в общежитие, там, президент говорит, вот у нас тут комната, там трое уже живут. Ох, зря я тебе говорю. Вы четверками будете? Я говорю, ну, там какая разница? Я говорю, а на улице зима, минус 55. И там окна везде общежитие закрыты. И мы, говорит, подходим к этой комнате, она открывает дверь и так ее выносит. Вот. А зрелище такое. Значит, они, во-первых, жарили картошку носами, опрокинули сковородку, ходили по комнате в носках, это значит, растерли. Потом там у них стоял трехлитровый банк, в которой выгасили бычки. Они ее опрокинули, и это тоже, значит, на полу. Матрасы лежат на полу, один из них, извиняюсь, восстался и вытекают ручки. Другой доплевался, и булькает сквозь это дело. А третий стоит, качаясь, у него в руке такой жестяной чайник, смотрит на них и говорит, вот сейчас вы кухоньку заварили, и все будет в полном порядке. А это были химики, это была примерка химики, когда некоторые, которые не сильно выступления совершили, а так себе их посылали на всякие стройки. Вот это химики в этой полу тяжели. Извиняйте. Давай лучше в розаарпарк. А заселился он в этот фон? Ну ты что, нет, конечно. На моих глазах Валеров влепил яйцо вареное с буфетчицей в гостинице. Знаешь, как попал издальше, он очень лет в Валере попался. Да, вот он же варманщик, но в дороге хороший. Это Игорь рассказывает, как Валерка Кирилова, вышел помянутый, где-то там взял вареное яйцо и издалека попал в лоб буфетчицей. Тоже хорошее разничество. А, в Москве? Да. В гостинице, молодежный город Москва, Дмитровское шоссе. Так. Поспросите, и что феория? Как такое? Что-что? Что-что? Понимаете? Вот так особенный запад не с кем я думал. Должны и так просечу записочки. Ответ тоже записан. Тяжело читать. Расскажи про дискополу, про пластинки любимые и будет ли переиздание? А зачем тебе шабашку переиздавать? Ее еще много. Про дискополу? Ну, я потом хотел рассказать про свои взаимоотношения с советской властью, но дискополу можно. Это хорошее дело. Что? Сейчас запишем про... Давай, давай, давай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это самое. Очень... Когда мы еще были в школе учились, начали слушать всякий запад белой. Вот. И постепенно это как-то переросло в главную часть жизни моей, в том числе. А потом, вот я поступил в институт, и на первом курсе, первую половину года я ходил в гитарную школу КСП в Беляево. И там, значит, играл на гитаре и пел что-то такое. Через... Через полгода я понял, что мне это так обратилило. Там тоже люди интеллигентные. Но все это такая дрема. И больше всего стало противен я себе сам. Поющие песни Вадима Егорова. Ужас какой-то. И я оттуда сбежал. Сбежал в основном в дисковолок. Потому что дисковолок это... Там была абсолютно разожженная публика. Вот мы встречались каждый день на Октябрьском лицевой ступике. Там вот это небо голубое. Вот. И друг другу давали пластинки. Постепенно. Сначала там мало было народу. Там просто Костя Лисаков. Я забыл с кем-то встречался. И постепенно народ потерялся. И потом стало нас человек 10. А потом уже стало больше. Вот. И там, ну, были какие-то студенты. Был, например, Володя Урной. Такого фамилия не помню. Уходил в ботиночках «Прощай молодость». Вот. И при этом, как он, что он любил эту музыку, я не понимаю. Но как он что-то любил. Вот. Был сын академика Андрюха, будущего академика Андрюха Гальданский. Вот. Был Костя Лисаков, который потом стал работать в ЛГБ. Я был студентом в ЛГБ. Был Коля Петров по кличке Милиционер. Вот. Причем я сначала думал, что это шутка, что он работал в милиции когда-то. А потом постепенно мы с ним стали лучшими собутыльниками. И однажды он привел на Павелецкий вокзал в буфет. И там эти буфетщики говорят «Коля! Ох!» И вот сейчас действительно он был ментом на Павелецком вокзале. И, например, однажды он взял у Лори какую-то пластинку и обещал клятвину привезти на следующий день. Приходит через три дня, говорит, что «Коля, ну ты же обещал привезти через день!» И, знаешь, я вот заболел. А вот у меня справочки есть. А потом, значит, нас там педагогические вентили. Ну, так это все как-то стрёмно было. И один раз какой-то мент пришел и все делал со шраку. И Коля просто ему правой рукой ударил под челюсть. А он стоял у него на стены. И так видно, он такой нокаут сделал. И тут подходит поезд. Мы в этот поезд все запрыгнули. Потом несколько дней боялись туда приходить. Молодец, что бы. Я думал, что этот парень, милиционер, он никому ничего и сказал. Ну, это же как-то... Он вас срабатывал? Да. Да. Вот. Ну, а потом опять как-то. Это я уже про дисководство много раз говорил. А вот Сережа один из сидит. И рассказывал, как он им так за руку укусил. Когда тот у него хотел пакет с дисками отобрать. Вы понимаете, что каждый диск, каждое степенье месячное. Это великая ценность. Вот. А еще вот мой такой любимый случай, но это был позже. Когда я уже таким дискоболом условным. Я уже работал вот полпластик. И Саня тихо, дружок мой, говорит, поехали в Малин на толкучку. Я вообще на толкучку не ездил. Вот. И тут я еще и говорю, поехали. У меня было две пластинки. Джон Лолд Уиндолс и... Урид Беллс. Я думаю, надо мне их на что-нибудь поменять. Мне не хотелось. При этом все любили Уриду. Не хотелось, чтобы он не оставался. Ну и мы с Саней поехали. Ну и там все сначала было тихо. А вот как только я приехал, началась облава. Так. Ну что, народ побежал? Я думаю, я не побегу. Пример не побежал, но меня там взяли, привезли. Вот. Значит, у нас там все это отняли. Вот. Ну и идите. Я говорю, куда я пойду? Вы у меня просто так отняли. Давайте пишите бумагу. А там какой-то капитан, значит, сидит. Какую тебе бумагу писать? Я говорю, какую. Вот что у меня... Хочешь, ты пиши сам. Я там написал, наваял эту бумагу. Вот. И говорю, давайте поставим печать. Я говорю, какую печать? Нет у меня никакой печати. Я говорю, не верю. У вас не могут быть печати. В общем, народ понял, что я уже не видел просто так. Но на самом деле я говорю, тут вы найдете кто-то другой. Просто могли бы мне выписать там. Нет. Отлупить и выделить. Но это не произошло. Ну, правда не верю, а возможно сейчас и есть. Вот. И, значит, потом он все-таки достает это печать. Я говорю, ты куда тебе налог ставить? Я говорю, нет. Вот на бумагу. Он поставил, я ушел. Взял телефон. Потом, значит, звоню. С работы, складись пластика. А он найдет все списали. Кто такие там, что я инженер, кто пластик. Вот. И я звоню по этому телефону. И он подходит. И меня узнает тоже. И говорит, аааа, это ты инженер? Я говорю, я. Ну, мы тебе уже в телеку под ком-то накатали. Я говорю, на чем мне? Я же не член партии. Ну, и что? Говорит. Когда дойдет дело, ты поймешь. Это самое. Все тебе равно или не все равно. Я говорю, а пластинки когда можно взять? Говорит, ты хочешь сейчас приезжать? И я, значит, тут же отпрашиваюсь и еду туда в Зеленоград. Вот. Приходу в эту мультуру. И он там сидит. Но, как будто это совершенно другой человек. Вот он сидит совершенно нормально. Говорит, ну, привет. Здрасте. Ну, вон там стоит шкаф. Ну, посмотри. Там свое найди. А там стоит полно все этих пластинок. Я могу взять все что угодно. Вот. Но я не стал свою карму как-то так загаживать. Нашел свои две пластинки. И их забираю. В никакой бумаге этого я не спросил. Вот. И говорит мне, ну, ты понимаешь, что мне в мозгонек совершенно не хочется. Я бы там в футбол подирал, в телевизор посмотрел, но у меня приказ. Я не могу его не выполнить. И в общем мы прощались и в руки друг другу пожали. И расстались. Вполне по-доброму. И я считаю, что я должен просто у меня туда никто не пришел. Потому что страшно было. А зря. Если пришло человек двадцать, уже бы, наверное, кто-нибудь о чем-нибудь задумался. А так все испугались. А, кстати, один раз нас на Октябрьской взяли, тоже был капитан, который произнес фразу, заполнившую себя на всю жизнь, что советский человек должен слушать русскую музыку, а не всякую там еврейскую. Вот. Со мной вместе взяли Олега Андрюшина, которого многие знают. И Олег ему тут же сказал, а что бы на ваши слова ответил Владимир Ильич Ленин. И этот капитан прям поперкнулся. Потому что понятно, что если это дальше пойдет, выяснится, то можно, по крайней мере, по партии Ленин склопотать запросто. Поэтому там, ну, давай, любые стороны отпустим все. Иди отсюда. Студенты первые. Вот. Олег, раздающий к музыке. Расскажи о последних изданиях, которым ты приложил в группу музыкальных. Я тут же про этот, понимаешь, вот мы его выпускаем, я радуюсь. Не бывает. Нет, самое последнее, что вышло несколько дней назад, это альбом группы The Trauma. Туда. Сюда. Эльдопратно. Не так. Вот такой. Это мой дружок. Ловите их. Он такой, изобрел себе такой новояз. Еще очень давно. Где двадцать назад. Где вот русские с латинскими буквами там как-то перележаются. И пишется все ровно, как приносится. Да, вот. Они как должно писать. Еще четко. Вот у него все. В этом новоязе ошибок нельзя допускать. Вот. Эта группа очень любит. Эта группа очень любит. И жаль, если я хорошо известна. Вот. Потому что он очень любит. Вавасик любит. Ляка. Но... Вавасик в музыке больше. Хоть это как-то фанк-рок. Но там играет. Вдруг. Вдруг. Какой-то твой проект. Начинает как-то быть чуть-чуть известным. А тебе уже это надоело. И ты его называешь новым. И сделаешь новую группу. Вот у него была группа «Хлам». Который там играл Сережа Летов. Всех известный. Равказ Бадалетина. Который потом с Элином играл. И так далее. Очень хороший барабайщик. Ну и потом Вавана спустил. Заливающие струны. Которых тоже. Леша Бортничук. Омонский брат играл. Там. Там. А сейчас. Потом была группа «За травы». Которой играл Паша Перетолчин. Барабайщик. Гражданское оборудование. Потом у него была. Как это называлось? В области глотара что ли? Или что сейчас? А! Сейчас опять называется «Левущие струны». Там играли Паша Поттин из «Вуков мух». Джефф из «Гражданское оборудование». В общем все люди не судятся. Играют. Но в разных проектах никто про них не знает. Но вот эти травы, которые сейчас стоят. Я считаю, что это реальное произведение искусства. И лучший айбом Вавана. Вот я его как рекламирую. Слышь, Воросик. Артурин. Как все спективы ближайшие хотя бы? Что в планах уважаемого издателя? Если уважаемые издатели не попадут в какую-нибудь ситуацию, то должно есть и виниловых пластинок приехать из Германии довольно много. Два вежливых отказа. Два калиниевых моста. Двойной зоопарк «Белая полоса». АУ «Рейган» провокатор. Увели все. Еще. А! И вот если это придет, то вы, может быть, даже выйдем из финансового кризиса немножко. Сном-то на риме? Нет. Ну да, я с тобой согласен. Готовится. Готовится, но пока не отсылается. Потому что патроны нам надо. Когда этот вопрос очень смесняется. Что-что? Как представитель Коковского? История Саутилуса. История Саутилуса. История Саутилуса. Саутилуса в истории возникли. Потому что вот то, что издавалось, все издавалось только говна. А я нашел кучу оригиналов. Надо сделать хорошо. А я ему говорю, что я не люблю «Белая полоса». Надо и так есть что делать. Вот. Еще вот аппликация «Белая полоса». А потом появился Саша Коротич, который оформлял большинство «Белая полоса». Ну, как дизайнер, художник. И который со славой учился в Свердловском архитектурной институте. И он говорит, ребята, я старался делать обложки. И вместо них, опять же, какой-то говно. Давайте сделаем нормально. И там типа слава, у нас будет продюсер этого проекта. И я говорю, ну ладно, ребята, раз у вас двое или один, хорошо, я вписываюсь. Но эта история тянется тоже годами. Потому что Женек перфекционист. Ему хочется сделать все так, чтобы переделывать не надо было. А тут там что-то надо дойти, кто-то помирает, у кого это должно лежать. И в общем, все это так. А концерты вот эти будут? На сегодня есть концерты? На сегодня есть концерты? Концерты есть. Ну, Леонид Федоров выступает. Вот 6-го будет 16-ти суток, день рождения Озерского. Будет Федор с Озерским играть. 14-го числа здесь будет играть держневый отказ. И я, и группа. Вот. Нет, ну, рука чешет по стороне или вообще. Она по несколько раз в неделю выступает. Что-то есть. Хотя, очень многие уехали. Кому-то выступают перекрыли кислород. Сейчас, Астер, группа ДДТ же не выступает. А, в Телевию будет выступать? А, в Телевию будет выступать? Да, 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 да. На самом деле, я хотел рассказать про свои взаимоотношения с советской властью. Длинные? Конечно. Долгие коллеги. Вот. Вот. Вы как-то говорили с Ниной Федоровной, Валеркой Кирилловой мамой, которую Игорь, наверное, знает. Нину Федоровну, знаешь, Кириллову? Мама Кирилловна. Ну, да. Но мы с ней очень хорошо к друг другу относимся. Потому что мы Валерку там всячески спасали вдвоем. И, как бы, любим друг друга. Вот. Ну, она говорит, а что плохого у советской власти? Ну, я понимаю, что я спрашиваю. Потому что она была работником Свердловного, Смольевского, Райкова-Комсомола, а потом Смольевского, Райкова-Партии. И она говорит, ну, как? Ну, если мне что-то не нравилось, я всегда говорила там и так далее. Но она же всегда была внутри ситуации, поэтому ей кажется, что все было прекрасно. А вот моя реография как развивалась. Что в седьмом классе меня выбрали председателя совета отряда, Райковского. Вот. И там у нас был хулиган главный, Валера Чистяков. Который меня сразу снова отлупил. Вот. Но я не сдавался еще. Физически я им отбор не дам. И когда меня выбрали, там что-то идет. Вот чик. По коридору идет. А я случайно шел спать за ним. Я говорю, ну вот, выбрали, говорили у коммуниста. Теперь начнется. Вот. И я был прямо сейчас. Я думаю, а? В общем, при мне, при моем председательстве, наш отряд стал правопланговым. Это было такое, которое на правом плане, надеемся, равняется. Вот. И моя мама потом мне говорила, что я боялся, что ты вырастешь с таким кровавым красным и меня предпредешь за то, что я недостаточно идейный. Вот. А у нас еще, вот, я учился на Яшном вокзале тогда, в 167-й школе. И у нас был директор. А, и вот не серьезно, он там учился. Да. И у нас был директор Виктор Иванович Милёйкин, преподаватель черчения. И он, значит, его сцена была. Стоит ученичок такой, какой-то забор, и что он там сделал, куда я знаю. И Виктор Иванович так говорит, вы лукавите. Советская власть вас баранью рот сомнет. Вот. А потом, когда я пришел в 8-й класс, я уже пришел в гипотическую школу в 91-м. И там уже были, ну, в 67-м тоже было несколько очень хороших учителей, между прочим. Но в 91-м плохих учителей не было, и вообще была совершенно другая обстановка. Вот. И постепенно как-то что-то в моей голове начало меняться. А потом вот реально началось это дисковойство, когда я заканчивал школу. И вот понятно, что я что, что я плохого делаю? Я достаю какие-то пластинки, их слушаю. А при этом я незаконный. Я вот человек, говорят, что я должен слушать не русскую музыку, а не какую-то еврейскую. Естественно, это вызывает некое такое ответную реакцию. Вот. Потом там книжки какие-то. Выясняется, что, например, даже «Мастер и Маргарита» это практически не то чтобы запрещенное, а книжки, которыми нельзя печатать. А когда мы начинаем что-то печатать там в серии, ну, в серии вообще было тогда привлением государства, нельзя было им пользоваться. И когда мы им пользуемся, мы становимся уголовниками. А потом пошла, ну, я полюбил эту отечественную музыку. И понял, что когда я слушаю запад, я… Моей. Да. Товарищ Васильев внес в этот флаг. Правильно. Что когда мы слушаем, я слушаю запад, я чистый потребитель. А когда я, вот, я тут принимаю какое-то участие, но я соучастник, я там чему-то помогаю. Вот. И тут выясняется, что вообще как бы думал. С 84-го года вообще стало вот очень тяжело. То есть государство за это развилось это души. И об этом занимаемся. Я понимаю, что Вову Литовку посадили. Он в матроцкой тишине сидел месяц. А заводили его после того, как наружу у него в голове робот. Вот. Где он сейчас, я не знаю, не думал, что он жив. Вот. Потом вот Леша Романова в воскресенье, который совершенно, ну, безобидная группа. Вот. Его посадили на год. Его звукооператора посадили тоже. Вот. Вот. Букомор. Забрали в армию почти целиком. Вот. Вот. Вот был этот концерт группы Браво. Вот. Волтухьево. Но абсолютно безобидная эстрадная группа. Вот. После седьмой песни на сцену вот такой клиент. Так вот. Забирает у этой девочки такой тромочный микрофон. Микрофон. И это, конечно, производит серьезные впечатления. Вот, вот, ценить мать моих старших детей, просто напомнить, как нам туда, причем, кучу автобусов пригнали. И, значит, всех, кого могли, мы эти автобусы загрузили. И главный вопрос был, кто вам продал билеты. Ну, не за кого, не пробуйся. Вот, но повезло, что мы были в дальнем конце зала. Вот, ну, естественно, мы выпивали, может, и не закусывали. Нет, не закусывали. Да, и я помню, что потом уже идет, у меня в руках эта эмулированная кружка. Вот, и с одной стороны меня автобус держит за руку, а с другой стороны пашает в нее. А я иду, и вменяю его состояние, повторяю, что я раз убью, что я раз убью. Это сама был бараша. Вот, и пока вот, в параллельник с этим, я узнаю то, чего у меня в школе. И мне говорили, что у моих деда сидели безвильно. Хорошо, и что вообще, куча народу сидела безвильно. Ну, вот, там, к сожалению, вот, дед Иосиф Ильич Удоров, когда я еще был такой, не особо сознательный, мне не приходило в голову расспрашивать. Вот, но, там, как-то бабушка мне потом что-то говорила, что-то. Ну, вот, он сидел 19 месяцев в буддинской тюрьме, но он был твердой личностью. И он не подписал ни одной бумаги. Хотя, вот, ну, я его не мог бы спросить, а бабушка, по крайней мере, одну пытку я помню, пытка снова. Когда, вот, человек стоит, ну, они там меняются. И когда он, значит, ну, все, засыпает, падает, и он начинает бить, так, пиши, Глеб, пиши. Вот, он ничего не подписал. Вот, а вот в тюрьме, в одной камере, с ним, сидел эволюционный матрос Павел Дубенко, муж Александрович Калантай. А Дед Иосиф, там, говорит, старо стоял в этой тюрьме. Потом я ушел, а он прочел, что староста в Бутырской тюрьме выбирают со своими заключенными. Это был самый справедливый человек, который, в том числе, еду выздал. Вот. А потом, как-то, вот мы с моим другом Мишкой, Кульский, обсуждали это дело, и я говорю, Миша, если что случится, я надеюсь только на дело Деда Иосифа. А Мишка грустно мне говорит. Знаешь, в настоящей пытке не выдержит никто. Если выдержит, значит, плохо пытка. Вот. Ну, в общем, а потом я параллельно начал ездить на собачке. Вот сначала меня в 76-м году загнали в стройотряд после первого курса. Я всячески сопротивлялся, но мне не удалось отмазаться. Я поехал в стройотряд, слава Богу. И там я понял, что мне очень нравится работать на стройке, что это мое, но только не со студентами, потому что это раздолбает безответственные. Вот. И после второго курса меня занесло в Нижний Марклс. Там уже была такая серьезная шабашка. Вот. Я там был самый маленький. Вот. Потом еще, еще на следующий год была шабашка в Берейском районе, километре от того места, где потом песня Мамонов себе дом купил. Она была самая лютая, но это была реально школа жизни. Вот как приходилось сам убеждаться в такой же среде, где, в общем-то, дебильский. Там была такая вот, ну, это был бывший стройотрядок, там была такая иерархия, в общем, морально там было тяжко. А в 79-м я попал на Чукотку первый раз. Это было величайшее везение. Вот. Я помню, значит, что... Я ехал последним, потому что, наверное, экзамен в институте сдавал или что-то такое, еще все были уже там наши. А я летел один. И, в общем, я вот помню, когда самолет взлетает в эту Игореванскую бухту, это просто, ну, вот зрелище красения я никогда не видал. Он летит между скал, вот так вот, разворачивается на эту звертую полосу, садится. Я выхожу такой обалдевший. И, собственно говоря, там следующий интересный объект, который я вижу, это вышка. Игоекенот – это начало трассы Игоекенота Ультин. И Ультин – это шахта, в которой, в основном, уловы забывали. Вот такой, еще хороший улов, и, который, можно банки для пищи делать, не всякую улову, это можно делать. И это все было построено в ЗЭКОЛе. И там примерно, ну, 200, что-то километра от трассы, и каждые 10 километров лагерь. Вот первый лагерь, куда всех привозили, он в распадке, там не туда, там камни. И, в общем, там все хорошо сохранилось, мы там склады сделали, и вот эта вышка стоит. И так я смотрю с интересом. Потом, что-то нас, ну, мы работали тогда в Ультин-Оте, но нас почему-то в какой-то момент повезли вам в Эйву, типа, не знаю, зачем это. Экскурсию, не выэкскурсию, ну, так, посмотрите. А это, потом я в это время провел много, много месяцев, разные годы. Вот, а тогда мы едем, бегать, а вот, посмотрите сюда, и там вот, у нас среди камней, где-то там на 40-каком-то, что-то, где-то на трассе стоят какие-то таблички. И на них набираться какие-то значные. Говорит, а это вот была зима, и каких-то вот ребят зэков послали строить новый лагерь. Вот, но они там что-то делали, вот, и была пурга долгая, и у них леда вся окончилась, все, в общем, и они решили, чем просто вот помереть, так лежат, лучше пойти. Ну, и они все пошли, и все там замерзли. Но это были, я думаю, самые такие умелые, потому что, если их послали строить новый лагерь, поэтому даже у нас сделали такое кладбище с табличками, потому что так никто не хранит. Вот, а потом я еще, сейчас, это самое, у нас была там бригадирша штукатур, Мария Васильевна, и она мне, ее вообще все боялись. Сергей Иванович тут пишет, ну что, отважный человек, это же не женщина, это зэчка какая-то. И как она, так, как она материлась, я так, наверное, никогда не слышал. Но потом, значит, ее вызвали на партсобрание, сказали, боюсь, прекратите безобразие. И она дала вещание, что она не будет материться. и, значит, я просто говорю, ты знаешь, я тебе матер не ругаюсь, но сейчас я тебе скажу. Вот. А по меня она спрыгала, как сынка. Поэтому она мне вот рассказывала, как она уехала туда, на кроссовольской путевке, вот, а как раз еще туда, вот, возили зэкок. Она сидела, была на одном корабле. Я, говорит, еду, у меня там чемоданчик, и я там к нему жгусь, ну и сейчас, продукцию отберут, и, говорит, какой-то пожилой зэк так меня смотрит, так ласково, говорит, любуйся, дочка. Здесь у тебя никто ничего не возьмет. Вот. А в общем, их привезли туда около 20 тысяч, на строительство этой трассы, ну, постепенно за разные годы. А потом, в 1953 году, когда это закончилось, назад я был примерно 30-50 человек. вот. И в какой-то момент я оказался в поселке Озерный, 13-й километр трассы, а там был второй рай. И там, в общем, все, а из этих же землянок, в бараках жила охрана, как ты понимаешь. Вот. И одна землянка там уцелела. Кто-то, значит, догадался построить не там, в тунле, а вот прям приезжать к скале. Там, конечно, копать было тяжелее, но вот она дожила вот до моего приезда. Ну, то есть, сверху там ничего не было. Но там были нары, были остатки печки, вот, из 200-литровых площадок они там печки делали. Вот. И я сел на эти нары и долго там сидел в какой-то прострации. И, наверное, что-то у меня пошло. И вот у меня с тех пор ощущение, что пока я живой, я представитель этих людей. на этом свете. Вот те, которые там приняли реальную мученическую смерть, они умирают от чего? От молодых иков. Кормить их особо не кормили. Вот. Просто, ну, привозят, потом, ну, наступает зима, ну, и постепенно они все помирают. Потом летом приходит новый корабль, поехали другие. Вот. А потом я возвращаюсь после первой шабашки, в 79-м году. А у меня дед Виталий Павлович Кавриго. Я знаю, что он там, на севере, провел 18 лет. И я ему говорю, вот я был на Дикиноте, он говорит, как же, ты знаю я Дикинот. Оказалось, что он, когда уже был на личном поселении, а не в лагере, его послали туда метки ставить. Кто-то туда приезжал зимой и просто расставил метки, что там что-то такое стоит. Но зимой какие метки? Это же надо пробить до земли, снег и лед. Это просто невозможно. Кто-то туда послал, тот, не знаю, зачем он это сделал. Ну и дед-то ехал к земле. Ну и в общем, что там, я его потом стал пытаться раскручивать какие-то рассказы про то, что было. Но он был очень закрытый человек. И в общем, не самый добрый, вернувшись оттуда. Вот дед Иосиф был открытый человек, а вот дед Виталий закрытый. Ну и что-то он как-то проговаривался иногда. Вот. А потом я еще бабушку расспрашивал, папаню нашего, которому когда-то что-то рассказал. Вот примерно я восстановил его вот эту биографию. Вот. Примерно было так, что значит его, он работал в наркомате путей сообщения. У него есть ровненные часы от наркома путей сообщения Кагановича Стахановца Кривоносова Цукавриги. Вот. Ну и вот его взяли оттуда и там было дело, как все были на букву К какой-то. Крастоперцев, Каврига и еще кто-то. Вот. И следователь, который у него, он был такой небольшого роста, дядя, а дед Виталий был очень крепкий такой, дядька. Вот. Его человек следователь заставлял его сидеть, а сам подходил и брал и пил его маворным пресс-папье по черепе по тем местам, где кости срастаются. вот. Ну и в общем, дед Виталий подписал. Потом я видел его то самое, ну, как это называется, просьбу о поминовании, и там, например, было написано суда я не помню. Мне казалось, что я на озере Чад и слышал, как кричат птицы, которые доводят своих птенцов. В общем, мы удали 20 лет и там было 4 пункта обвинения. Вот. Ну, один был какой-то в логике поддавался. Там они строили горку на станции Легаса, но это цифровочная станция, вот там загоряют, и один вагон туда, другой сюда. Вот. И эта горка потом упала. Но виноваты были те, кто занимался геологическим или геоназическим разведкой, там полуны были, они их не заметили, а строители-то были не виноваты, он уже строил. Еще был проект, второй пункт обвинения назывался повредительский проект электрификации стрела. Остальные там просто бред написан полный. Вот у меня где-то эти бумаги не вижу. Вот. Но его, если можно сказать, это в такой ситуации повезло, но относительно, он, его каким-то соседом был академиком родцов, тоже железнодорожник. Они с ним работали вместе, жили рядом. Это был отец Сергея Владимировича родцов, кукольника. И академик оказался важный человек. Он ходил по инстанциям и говорил, что я хорошо знаю хаврига, это ошибка. Прошу пересмотреть дело. А поскольку он был академик, то реально там что-то такое затеяли, и они сняли вот этот пункт, который был про горку на станции Легаса, который поддавался такой колонике. Извините, ему 20 лет на 10 лет и личное поселение. Вот. И он поехал туда, на Колыну, ну там долгая история, вкратце естественно рассказывает. Поехал на Колыну, сначала он попал на приз в Куранах. Он говорит, там было ничего, нормально. Вот. Но он быстро закрылся, его выработали. и отправили его на приз в Мальдяк, который по крайней мере десятков лет назад он еще существовал. Когда я ездил на Чукотку, он был, может он и сейчас существует. А там было все вот так люто. Вот. И в какой-то момент значит, ну все, все они начинали доходить. Вот. И говорит, многие, когда уже сил совсем не было, вот, ну на побои эти остатки селеночных голов находили, и там в воде вымачивали, и эту соленую воду пили. У них распухали ноги, их комиссовали, может было в работу не ходить. Но я, говорит, обратил внимание, что все эти люди потом окажены на шестой командировке. У них было пять командировок рабочих, а шестая было в кладбище. Ну это, говорит, не в нашем понимании кладбище, просто туда, куда другу сносили. Он говорит, я понял, что нет, я из последних сил буду таскаться на работу. И вот он таскался. Ну и потом уже все, осталось их несколько человек живых, привозят новых, естественно. А этих куда? Ну этих, инвалидный дом. Вот. И он попал в какой-то инвалидный дом, но, говорит, я и там просто лежать не надо. Я, говорит, пытался там двор везти, там что-то, и как-то, и тут двор, и зашел погреться куда-то. И, говорит, сидят люди и обсуждают что-то. И я, говорит, понимаю с удивлением, что они обсуждают строительство железной дороги вот там, в Багодарской области. И я, говорит, стал слушать. И кто-то из них меня заметил, говорит, ну что ты слушаешь, когда ты все равно ничего не понимаешь. Он говорит, нет, в этом я как раз хорошо понимаю. Вот. Да, ничего, да, действительно человек понимает. Да, знаете, если нам люди нужны, мы вас возьмем. И очень проходит какое-то время, и приходит, значит, конвоир, и его еще какого-то такого же доходяга ведут. Говорит, там было 6 километров, но мы шли чуть не целый день, а шли, не ели, не ели. И он, говорит, сдал, убежал довольный, а нам, ну, товарищи, вот у нас тут продовольственная палатка, вы тут вот переночуйте, вот поешьте, там и так далее. Мы, говорит, понимали, что так много есть нельзя, поэтому тихонько, какие-то там блины жарили и так далее. Вот. А потом его поставили мерить воду на какой-то речке, через которую должно он, за дорогу пойти. Но это было садо, ну, просто хорошие люди попались, они поняли, что этих надо сначала просто как-то привести к чувству. И, в общем, постепенно, заходяги, опять стал человеком. А потом была очередная, как это называлось, лирейка, ну, в общем, компания, посмотреть, что делать ради народа. Говорит, Говорит, ты что делаешь, пригорелся. Баш, и вы опять на общей работали. И тоже опять там это, ну, то есть, вот. Но тоже опять случай был. Я, говорит, что-то куда-то захожу и вижу, говорит, стоит Петька Васильев, мой студент. И он говорит, Виталий Павлович, это вы? Он говорит, да, это я. И он как-то проникся, и он говорит, он какой-то картошки подкинул. В общем, он подкармливался все время. И это тоже было спасение. Вот. А потом, ну, а чего он как-то 10 лет выжил? Хотя, я думал, таких были единицы. Вот. И сейчас все. Вот. Я просто, я вот думаю, что вот, по крайней мере, я, сколько было жертв этого дела? А было ли это? Были там миллионы. Не знаю. за эти 20 тысяч, которые загублены на трассе Николаев и Утим, я ручаюсь. А сколько было этих трасс в нашей стране? Сколько было там? Беломорканал, и прочее. Ну, можно примерно прикинуть. Даже не знаю. Сережа, что ты хотел? Что-что? Антракт. Перерыв? Антракт. Нет, если нужно, перерыв, пожалуйста. Да? Да. Я в тугору все еще давай устраиваю. Хватит. Незакомо работать. Часает. Подпиши все компакты. А? Подпиши мне все компакты. Бояться спутиться в хочет плакать и еще раз как все что-то и Граждан еще раз все и все и все и и все и Брад и достаточно у нашего детей совершенно непотребовка есть везде играть. Алло. Мы здесь. И Я? Ну шо? Давай! Давай! Ладно. Так. Ну на любой. Ну на любой. Вот Моричей меня просил рассказать про хвоста. Как я с ним познакомился. Ну это написано отлично. И про хвоста, и это, что я видел. И про хвоста где все. Ну и что? С хвостом я вот не забылся по-простому. Ну, на самом деле была предыстория, что когда-то, в году 81, с первым, наверное, мой дружок Серега Несин дал мне катушку и говорит, тут написан нефть Алексей Хвостенко. Он ничего на этой катушке не был написан. Но ты будь осторожен. Там одна песня есть очень стрёмная. Он ему нужен до олимпийского проклятия, конечно. Вот. А не она шина? А на шина это и у нас катушки не было. Вот. И вы стали слушать компанию вас с Василием Сергеем Георгиевичем. А я ему скажу, что не смело. Больше всего, по-моему, не смело понравилось. И эта запись стала культовой. И много десятилетия спустя мы узнали, что это было прощение со степенью. А так, квостерка и квостерка, вот с катушки. И как вот это... Идёт гулянка. Мы, по-моему, чаще всего его слушали. Как ты думаешь? И ты не помнишь. Деньги? Вот. А потом... Это самое. Мы устраивали всякие квартирники и, значит, шурки не смело. Которые чаще всего были квартирники устраивали. По крайней мере, он был один из чемпионов. И в 88-й год уже можно было устраивать концерты в Белую. И наши квартирники были особо не нужны. Я говорю, шутка. Всё. Хватит. Мы не будем больше идти. Он говорит, правильно. Надоели эти барнаки. Только, говорит, вот если... Хвостерка вернётся или Александр Аркадьевич Галич воскреснет. Вот. Проходят какие-то годы. Ну и Хвостерка сначала приставался в Ленинграде. По-моему, в 92-м даже. Галич воскрес. Вот. И... Ну, в 92-м моего линия. А в 95-м он приехал в Москву. И как-то я уж не помню как. Я пошёл туда, где он жил, в Алисе. А это причём они жили в моём родном доме. Ленинградский проспект 24. Я жил в 9-й квартире когда-то, когда родился. А они в 54-й, что ли. Вот Алиса потом квартиру купила. Я говорю, второй вопрос, который я услышал от хвостата. Это точно даже второе предложение. Говорит, Олег, какие напитки вы предпочитаете в это время суток? Мы вот с Ториком Герасимом пьём Кремлевскую водку. С удовольствием, конечно. Вот так восстал познакомиться. Вот. Почему-то мне это самое. Вот. Перед тем, что я там ещё... Я хочу сказать, что я... Вот. Когда... Вот мой друг книжка, про которую я сегодня упоминал. Он... Там, афганский ветеран и так далее. И вообще он вот с детства... Там... У него была слепая мать. Он говорит, я дрался каждый день. Потому что мне кто-то говорит, а у тебя брат слепая. И я сразу врываю. И меня тоже врываю. Вот. И... Когда вот... Ну, уже он вырос там. Его друг в детстве. Эдик говорит, ну ты, говорит, у нас всегда был бесстрашный, безбашенный. Он говорит, нет. Я не был бесстрашным никогда. Я просто страх преодолеваю. Вот. А Эдик про него рассказал, что... Эдик... Вот. Эдик любился. А это, значит, Тула, два окраина. Они живут... О, серебровка это называется. А девочка жила в Лиховке. И Эдик говорит, я всех упрашивал пойти со мной. Потому что ну одному идти совсем опасно. И все отказались. Говорит, только ты, Миша. Согласиться. Вот. Ну и они, значит, провожают эту девчонку. И... Ну, проводили. Выходят. А там, значит, человек 15 стоят. Вот. Ну и Мишка говорит, я, говорит, просто... Отдираю перекладину от забора. Но я видел, что оно легко отбирается. И делаю вот такое круговое движение. Говорит, а ты задел кого-нибудь? Он говорит, я не помню. Я только помню, что они все разбежались. Вот. Это такой человек. Вот. И потом он, говорит, я в Афганистан сам, говорит, полез. Я молодой был, мудак. И сам заявление написал. И уже тридцать с лишним лет прошло, а я все во сне паскал. А когда его однополчане взяли сейчас ряды воюющей армии, Мишка сказал, если придут за мной, я лучше пойду в тыль. Я больше людей делать не пойду. Вот. Это, значит, зашло только к тому, что есть бесстрашные люди или нет. Вот. Вот я знаю двух. Это наш чукотский прораб Игорь Петрович Тургузаев. Вот. Но я с ним до сих пор общаюсь по телефону. Иногда. Легко, конечно. Вот. А когда, значит, мы с ним познакомились. Это было не в 79-го, а в 81-го. Он меня так удивился. В этом человеке у него чувства страха нет. И это очень странно. Вот, например, наступает весна. Вот. Чукотская весна – это уже на самом деле лето. Ну, леди там уходят из этой Ветерновской бухты. Петрович говорит, ну, все. Лед ушел. Я сорвусь в эту свою казанку, куда-то там еду. И тут меняется ветер. И лед опять гонит туда. Я ночью еду, и все. Там ледили. А для его казанки, казанка и Вагзантина – это как виничная скорлупа. Ну, вот что делать? Он тут подплывает, где-нибудь тихонечко. Выходит на ледину. Тащит по ней лодку. Потом спускает ее на воду. Садится сам. И так, там, три с лишним часа. Я пододно уже со страха помер. Ну, Петрович как-то говорит, да, ну что, ну да. Вот. Или он уже был прорадован. А он человек жесткий. Справедливый, но вот так вот. Не спускает. И как-то я закрыл каким-то ребятам, что-то мне очень не понравилось. И там зашли в какой-то дом, где-то полы стелили. И они, говорит, двое с топором. И говорят, ну что, поговорим, Петрович? А там лежат такие брусья, которые придут брусья, и они все один в попу улетают с этими своих топором. Говорят, и Петрович, это что, мы пошутили? Он говорит, ну в следующий раз будете думать, когда шутить соберетесь. Вот. А потом, поскольку он талантливый человек, но без высшего образования, он назначен для исполняющего обязанности средства и комбината. Вот. Но исполняющий обязанности, потому что он не может быть начальником без высшего образования. Вот. А в Викиноте, вот когда я приехал первый раз, там не было ни одного милиционера, ничего такого. Вот. А потом уже, ну ближе к середине 80-х, уже была футбольная команда «Динамо» из милиционеров. Ну и, соответственно, и КГБ тоже появилось. И, значит, Петрович уже вот исполняющий обязанности начальника. И к нему приходит КГБшник в кабинет и начинает ему что-то втирать. То есть у него Смой говорит, говорит, ты кто такой? Я труженый, а ты труженый. Иди отсюда. Тот не понял. И человек еще что-то говорит. Ты меня не понял? И ты сказал, иди отсюда. Вот такой человек. А потом, когда, как бы, уже начинаешь перестроиться, на чекольке все начало рушиться. Вот, кстати, оно разрушилось. А потом, когда пришел Абрадович, я бы про это узнал не так давно. Там, на самом деле, все очень сильно восстановилось. Потому что вот мне были фотографии присылания. Все люди, которые там бывали на Чуковке, говорили, что сначала разрушилось, а потом восстановилось. Вот. Ну, в общем, Петрович понял, что надо оттуда сматывать. И он организовал, кому что-то, в Медене, строительный кооператив. Который постепенно он свалит всех лучших чуковских строителей. И через сколько-то лет, вот я не помню, то ли это был какой-то его день рождения, то ли он просто нас позвал. Но у нас не одна бригада Цоя наша, Томашина, которую там все уважали. Про нас даже в газете «Горняк за полями» писали. В лучших мыслях. И Петрович нашел этого звали. Я говорю, что мы приезжаем, он, наверное, автоуст прислал. А там коммунизм. То есть вот все эти люди, которых я знаю, по Чукотке, у них особняки. И такой поселок. И, в общем, Петрович все это устроил. Для лучших людей из Чукотки он устроил там местный коммунизм. Потом у него мысль пошла дальше. И он поехал нам на досках. При этом... Нет, он поехал бурить алмазы. Изумруды, да, да. Он на Чукотке бурил тогда стартники, которые были уже нахренные, кому нужны, бурильные. Вот. Он их как-то так взял, оттуда вывез. Я арендовал все это дело. И потом, значит, ну... Ватсапа тогда, по-моему, еще не было. Но как-то мы с ним разговаривались. Он говорит, ребята, проезжайте. Дорога за ваш счет. Все остальное на мне. Все на эти. И мы вот с Костей обсуждали. Он говорит, можно ехать там, по-моему, через Найрубий? А можно через Париж? Я говорю, о, давай через Найрубий. Потому что через Париж, может, когда-нибудь попадем. А в районе точно никогда. А Костя говорит, а ты, Олег, в Париж, может, когда-нибудь попадешь. А я уж точно никогда не попаду. Но он 42-го года рождения. Я 58-го. Вот. Но потом там была какая-то международная война. И мы что-то решили не ехать. Петрович говорит, да ладно. Они между собой разбираются. Нас это совершенно не касается. Приезжайте. Но мы и так и не поехали. Не туда, не туда. Может, еще не видел? Нет. Петрович уже, у него был парк, инсульт. Он уже живет в Калуге. Без паркинги, недолго. Так что везем Лугу он больше не добывает. А вот я ему как-то звоню. И говорит, ну, что ты делаешь? Ну, что ты там разговариваешь? Что же, пластинки линиловые начали делать? Он говорит, а завод открыт здесь. Я говорю, где есть один завод, но плохой. Он говорит, автор. Я говорю, мы обсуждаем это дело. Но есть два момента. Первый, что мы не можем хорошо сделать гальвари, чтобы делать длинные пластинки. А мы же должны делать хорошо, если мы здесь что-то делаем. А второй момент, что в нашей стране это стрёмно ты сделаешь, а потом придут и постараются у тебя отнять. И, может быть, отнимут. Он говорит, Олег, ты не сказал одного важного слова. Ведь не просто придут, а обязательно придут. Вот так вот. Вот так вот. Да. И гальвари сольют. Да. И гальвари сольют. А второй, который очень бесстрашный человек, это Андрей Владимирович Тропилов. Которого, я думаю, многие знают. Ель. Ель. Ель, да. Это точно. Да. Про него можно отдельные дома писать. Но последнее. Сейчас это как бы такой, получается, тоже международный бомб. У него есть вид на жительство Финляндии, которые ему грозят цеплять. Но у него нет собственности нигде. Потому что, когда он решил организовать производство уникальных носителей Финляндии, он набрал кредит в банках. Вот. И... А производство это накрылось. Ну, он как гений, но у него нет такой привычки вводить дело до конца. То есть, когда он был помоложе, то он доводил дела до конца и такие дела, которые там другим и не снились. Там все это, по-моему, магнит-альбомы, аквариумы, кино, там, зоопар, полиция и так далее. И потом завалить страну дешевейшими шедеврами западной культуры. Там по 20... Чего? Том Уэйс. Да, да. Это что, не какое-нибудь домище, а? Том Уэйс, там, видите, Боб, Боб, Марли. В любых город-провенциальных городах по 29 рублей. Вот. Вот. Он 51-го года рождения. Сейчас ему уже тяжелее. В общем, потом... А потом была эта история с нашим кино. Такая... Не самая приятная. Но, как бы, в результате... Немножко его интересы тоже отстояли. Немножко. И потом... Ну, я ему додал каких-то денег за это. А то, наверное, тропину... А он сам не выездный. Потому что, ну, кредиты там за ним охотятся. На границу ему не проехать. Вот. И он там через Белоруссию как-то ездил. А сколько тропину тебе дал в мост? Он говорит, ну, полмиллиона. А как раз я им от кино это... Пошло. Я говорю, давай тебя все-таки выкупим. Мы его выкупили. Вот. И он теперь может ездить туда-сюда. Но поскольку денег у него нет... То вот там всякие нюансы. Вот там я... У него был юрист Игорь Сталович. У него, в общем, заменили, к счастью, на... Другого человека. Вот. Который теперь с ним каждый день разговаривает по телефону. Он, скорее, психотерапевтический висер. И он мне рассказывает, что выкать тропину... Ну, у него есть машина, но она такая... Развалюха. Дизель. И тропина. Что я сделал? Дерек нет. А там какие-то иранцы... Готовят жареную картошку и прочее. И он ему говорит, ну, не сливайте это масло. А давайте мне. И, в общем, он это масло заливает себе туда. Использует в качестве солярки. И говорит, ну, ты что-то там останавливаешься с ним на какой-то площади. Я говорю, Андрей, на всю площадь жареную картошку. Он говорит, да, да, и ничего. Он тропил этой иллюстрацией того, что от великого до смешного один шаг. Иди назад, и туда и обратно. Вот. Да. Тут что-то как-то... Он же в свое время хотел начинать с того, что организовать подпольное производство дрампластины. Вот до того, как он занялся оборудовательной записью. И он и затащил в подвал какие-то прессы, которые он откуда-то там взял. Крен его знает. Вот. Я говорю, как хорошо, что я не освоил гальматики. Тогда меня точно посадили. Это уже в радости. Олег, а что, тропила, он звук, ну, как сам жаренец, аранжировал в Кринецке? Или он больше не смотрит сам процесс? Нет. Он сводил. Он, это самое, звукорежиссер очень хорошим. И вот Женьев нашим очень ценит. Ведь у тропила какая-то вот такая старая школа. Что не то школа, это он как бы один глыбок. Вот. И, например, и у него есть какое-то чутье непонятное. Вот он там Женьков говорит, дай Жень, я нашел программу. Там можно там расчленить, голос выделить, потом вставить опять. Женьев говорит, я думаю, ну, херня. Я, значит, этих программ уже сучу опробовал. Все они работают плохо. Вот. Ноготь на тропила мне стало, вот эту программу изучи. Женьев, значит, скачивает дебу версию. Берет, значит, дядь из Буслачева, где голос завален абсолютно. Он много раз пытался поднять. И, в общем, делает какие-то операции, и это работает. Ну, мы потом покупаем версию за деньги, и все там. Делает, но он же что-то сделает. Он говорит, откуда он это знал? Он в интернете не сидит. Ну, гений. Просто он как-то... А, кстати, как-то мы пришли, ну, тогда была студия «Лизотроп». Ну, как бы его московский италиал от него уже оторвавшийся. Я говорю, как люди могут столько времени это все слушать. А когда-то я тоже там чуть не круглые сутки сделал. Вот. Не знаю. А! Сейчас я... Стихи-то тоже надо читать? Я всегда читаю стихи Туркина, потому что это был очень хороший поэт, но он помер, и про него прочно забыл все. Мы еще, собственно, и не знаем кто-то. О, как люблю я центр города, где долгорубкова рука, как будто держит Марса городу, но не найдет ее, пока за ним сидят глаза Звержинского, его пронзая, как врага, и тщательно жаждет исполинского коня послать его нога. АПЛОДИСМЕНТЫ Купил я Ленина карманную, и как читал, его читал, из парня злобного и странного, простым и добрым парнем стал, из парановика презренного я тихим стал, что вы, что я. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Она еще сюда приезжала года три назад, и я был на ее концертах, вот сольных, потом она стала выступать с Галичей, и мне это стало меньше нравиться. Но это автор-исполнитель, уровень Пети Мамоновой и Саши Башлачева, вот такой мощи. Да, да, Галича, ну потому что ты выпускал альбом, и мы все так... Вы причастны? Да, причастны. Я просто думаю, сейчас, мне хочется прогнать телегу по поводу, по поводу происходящего, хотя Галич мне сказал, что надо быть... Но я, на самом деле, не все мои друзья, и даже не все здесь присутствующие, как бы придерживаются со мной одного должного мнения. Вот я имею в виду друг Андрюха Колторасского, ты его помнишь. Поним? Вот. Вот он мне говорит, нет. Говорит, ты... Твой паципизм застит в тебе в глазах, и ты не видишь очевидного. Может быть. Вам, может быть, он не видит очевидного. Но, с другой стороны, я учился в математической школе, и нас там учили, что в математике слово «очевидно» недопустимо. Вот. И я считаю, что оно и в жизни не очень допустимо. Это очень лукавое слово. Вот. И, может быть, мне кажется, или я думаю, а очевидно, неправильно говорить. В общем, вот моя главная мысль, что, как бы, вот есть множество людей, которых я так люблю по жизни и никогда не забуду того, что нас связано. Да, они придерживаются не того уровня, что и я, но все равно мы должны как-то друг друг продолжать любить и беречь. И вот это вот единственная надежда, что из этого явноколодца, в котором мы оказались, может быть хотя бы какой-то когда-то выход. Вот. Вот. А так… Чего? Сейчас, сейчас, сейчас. Ты сначала придешь, потом говоришь. Я говорю, что, вот, все равно надо, как, что для раскрытия точек над «и», я, ну, так, ледника и дальше, я считаю, что, вот, опять же, вот Андрюха говорит, вот, для него, вот, как у него делится. Вот здесь вот, я считаю, по вертикали. Вот здесь вот наши, там и наши. Надо сначала забраться с не нашими, а потом уже мы будем с нашими разбираться. Ну, во-первых, этого никогда не случится. Вот. А для меня, наоборот, нужно делиться в горизонтале. Вот здесь обычные люди. Причем, при уеху, мне в жизни не зло. Что такое? Тогда я дам Bertrand. Вот. Вот здесь вот здесь вот этот раз, вот он, и PhaseCup. Мы проиграли. Мы проиграли над «и» и «и». Мы проиграли над «и».